Сегодня 29 сентября 2016 года, четверг. Наконец пришло время почистить печь. Печь довольно сложная. Русская печь. Показывали, как огонь ей горит. Заслонка тут брошенная. Тут были сделаны прощестные дверки. Сейчас мы покажем, как. Три задвижки. Три. В одном месте я делал так, что это моя печь. Я ее делал. Делал я это 20, может, 3 года назад. А есть каналы наши, которые никогда не чистили. Вот топка. Я тут не могу показать, как. Она закрыта. Топка закрыта. Ну я уже там щепки насыпал. Ну вот щепки, говорит, насыпаны уже. Зажжем кто-то. А там поддувало. Дверка. Не дверка, а ящик. Вот огонь идет. Здесь. Открыть-ка вот эти кружки. Вот. Ну там видно щепки. Туда вот палец пока. Пальцем покажу. Туда идет огонь. Туда, да. Вот в этом направлении. Вот тут у нас летняя задвижка. Вот она. Вот она. Ее открываешь. Сразу пошел наверх. Вот он разворачивается огонь. И прямо задвижка-то открыта. И вот она поднимается. Стрелочки поставили до показа. И дальше. Вышли русской. И дальше ушел. Вверх. Но когда топит уже зимой, эту закрываем. Все. Дыму идти некуда. Он находится на уровне пищи. И вот пошел. Здесь стрелка. Показывай где. Вот она идет. Вот он. Дым пошел. Дым идет. Вот обогреватель начинается. Обогреватель с двух сторон. Вот она идет где. Теперь мы покажем. Вот внизу первый канал. Вон там внизу. Потом она. Постойка. Прочистка сделана была. А тут он Сашу вытаскивает. Он потом вниз идет, да? Да. Тут она вниз идет. Так. Вниз. Очень глубоко. Тут она пол поднята почему-то. Даже так. Вот он вниз идет. Тут вот мы сейчас прощищаем. Дверка была. Прощищай. В шестере сделана алюминиевая проволока. Вот так вон туда. И она вниз идет. И вот там видно канал. Так. Тут уже мы чистили еще раз для показа. Теперь здесь второй пробив. У них был чистили или нет. Вот идет вниз. Теперь подворачивает кверху. Вот здесь вот заворачивается кверху и идет вниз. Вот этот канал. Вот он где идет. Вниз. Вниз, да? Вот он вниз идет. И вот здесь вот поднимается кверху. И там дальше покажем куда идет. Вот здесь четыре канала. Вот последний канал. Смотрите туда. Проволока. В конце. Там надо ярша. Мы не успели сделать. Загнули ее. Она легко идет. Вот она идет. Так. Ниже, ниже. Не бойся. Дальше вот она. Вот показывает. Видите как прошла она. Володя тут. Ну не бойся, не дергай. Она согнется алюминиевая. Я сейчас покажу какое происшествие было. И вот теперь вот это смотреть. Вот нам туда видно. Насквозь. О, наконец-то это канал последний идет. То есть все каналы нашли. А они обычно... Делается кирпичик. И он выставляется наружу. Хозяям не нравится. Они его замазывают вровень. А потом не знают где. Вот он мы откуда смотрели. Вот он. Вон там видать окошечко. Пробили. А это вот на зимняя задвижка. Но ее кто-то украл. Это для прочистки еще один пробый сделали. И там в конце тоже. Получается у них что? Три, четыре дверки. И мы пробили еще три канала. Вот теперь прочистка полная. Посмотрим, как будет. Конечно, хорошо прочистить не удалось. У вас неровно? Неровно. Ну, такой вот съемщик-то. Тут длинная палка. Покажи, как оттуда насквозь пробивали. Вот там последний канал. Иди, стой туда. И по краям только не бей, чтобы не свалить. Вот Володя сейчас с той стороны палку гонит. Вот скобли ею по стенам. Вот она как. Чисто. Здесь у нас удалось чисто вымести. Все. Вытаскиваем. Сейчас надо где прочистили. Володя, надо сажу оттуда вытаскивать руками. Уже вытащили два ведра. Или даже больше? Ну, два ведра, да? Да, два ведра. Ну, давай теперь здесь. Вот, Володя. Как трубочист. Руки-то какие у него. Ну, вот сегодня, наконец, дошла очередь. Дождик начал маленько накрапывать. И мы об этом воспользовались. Так интересно это все. Я не знаю, кому как. Все интересно сажу. А я сорок лет пищником был. Это не на трибуне руками махать. Как разные там сектаведы. Заразные. Вот он выгребает сейчас. Так. Достаешь, нет? Достаю. Ну, пальцами подгребай. Много там? Ну, немного. Ну, немного-то мы и очистили немного. Там больше было бы. Наш этот провод-то не очень яршистый. Там надо чугунный шар подвязывать с особыми проволоками. Много-много проволочек, чтобы они скребли стенки. Так турбочисты в Англии делают. Ну, там камины. Так. Ну, если еще нет, убирай все. Нет, нет. Там надо это. Давай. Тут просто уголок кирпича острый. Так, что нужно? Да тряпочку какую-нибудь положить сюда. Пробили. Я не помню, тебе еще? Мешает? Кирпич скололся и острый. А, ну, бывает так. Бывает. Я попутно хочу показать пока, вот как трубы, отопление, как все делали сами. Молодцы. Я на них удивлюсь, какие они трудяги. Калашниковы жили. Петра Григорьевича, Бекея Тихоновна. Пять сыновей, все взрослые, учатся. Ну, все уже теперь на больших работах уехали в Томск. Калашников. Этот знаменитый оружие-изобретатель. Калашом зовут в Афганистане его автомат. Все сделано как надо. Ну, мы не знаем, как у нас получится. Вот здесь пол полностью был сгнивший. Вот показываю. Весь в труху. Вообще ничего не осталось. Как будто его никогда не было. Все рухнуло, по частям разваливалось и отпадало. И такие же лаги. А почему? Не сделали продушины. Почему не сделали? Не знаю. Какая-то ошибка вышла у них. И в полу, видимо, не было продухов. А у нас сейчас в полу сделали отдушины. Вот оно показано. Все это кальмак Михаил Михайлович сделал. Володенька тут. Никита там с матушкой по пчелам. Пчеловодом хочет стать. Мы рады. У нас на столе всегда будет мед. Смотри, сколько старше уже опять. Если еще нет, больше не старайся. Все. Все. Теперь на оба канала прошел, да? Теперь сюда, на два канала. Выходи. Я сейчас расскажу, что у меня было. Надо прощищать. Володя принес грубая такая стальная проволока. Я говорю, нет, не пойдет. Канал. Канал вниз. Сейчас мы показали. Вот. Это алюминиевая проволока. Вот у нас лежит. Шесть проводов сделанная. А-то четыре, пять, шесть. Там то ли отломился, то ли еще. А-то три провода вдвое. Ну, я говорю, ладно, Володя, у меня где-то есть там провода. Я пойду. Нашел там они с обратной стороны от овечьего загона. Вот видишь, опять третье ведро набирается. Сажа. Конечно, она не будет дописывать. Так мы еще толком не прочистили. Ну, я пошел. По-хорошему, все. Знаю, где. Подошел. Давно не брали. А там три мотка. Один сразу на шесть, видимо, проводов идет. И внутри стальной провод, не гнущийся. Прямо с проводов. А это мы уже, ну, когда-то тут размонтировали, бросили. И мы распутывали его по три нитки. Где-то даже по две. Но что здесь? В дерево, около дерева там вросло ветки. Я взял с собой щипцы, чтобы отрезать кусачки. Ну, и начал там ломать деревья, которые, ветки. Гляжу, одна оса пролетела, как на меня осы напали. А у них оказалось, потом я увидел гнездо, дупло. Они осы обязательно так делают, чтобы дождь не хватал их. Ну, думаю, что делать? Володя-то меня ждет. Я говорю, пошел, смотри, не сиди. Работай. Вот попутно скажу, как они печь обделали. Я обделал, но ни разу так не делал. Вот какая лестница идет с перилами. Это вообще для меня недосягаемое. И вот какие я из прутьев делают. Из прутьев. Это для ребенка там. Вообще, там взрослому вытянуться. А сколько тут? Да сколько тут? Метр восемьдесят-то будет. Вот они, палате эти. Там, на уровне печи. И печь подогревает. Вон как сделано. Такое мне никогда не сделать. Ну, недостаток есть. Делали как? Дранки нет. А просто распилили на бруски. Бруски и держатся за и глина, держатся за счет верхней глины. А какая это держава-то? Ничего нету. Все это выпадывает везде. Отмокает или как там, не знаю. Ну, тут промахнулись, конечно. И крепости нету, и гниет быстрее со всех сторон. Так доска-то с четырех сторон-то. А тут-то и разбили на несколько брусков-то. Боязно даже ходить. По потолку стараемся там не ходить. Вот, Володя, заканчивает. Это печь. Что, все, да? Сейчас я буду помогать тебе. Ну, кирпичики делать. Ты глины наведешь и сам будешь вставлять. Я только подгоню их на сухую. А ты возьми маленько воды. Где у нас вода тут есть? Да вот, кажется, вон, питьевая. Тут глины-то немного надо. За ведром можно не идти. И будешь сразу вставлять. Замазывать. И немножко, чтобы кирпичики эти выходили. И сегодня можем затопить мы. По-зимнему. Но труба намного ниже конька. Ну, ветер вроде небольшой. Может быть, не будет завихрения такого сильного. Вот он сколько. Видите, сколько? В своем доме всегда работа. Пыльная, грязная, но она приятная. Это своя. Вот, видишь, как. Ты руки маленько бы как-то привел в порядок. Я тебе дам. Расскажу, покажу, как я от ос отбивался. Это тоже, как бы, пример людям будет. Осы. Это даже не пчелы. Про шерчни я уже не говорю. У них, видимо, жало длиннее. Это, я тут что-то не помню. Сразу убирай. Самок-то есть тут, нет? Нет. Ну, убери лопату, которая у нас была там. Одна, без ручки. Очень удобно. И поставь ее здесь. Она прямо на складе. На складе. Мы склад сегодня сделали. Там увидишь. О, склад у Володи. Да под замком вообще. Наклонен был в эту сторону, но мы сделали в обратном. Подперли его. Вообще склад чудесный. О! Вот что значит хозяин. Ну, Володя всегда расторопный. Никита по дому пока ничего не делает. Мы сегодня у него долго пилили, выбирали. Он пасет и весь. Просу-то пока нет большого. Может потом. Как у меня дядя говорил. Дети свои идут. Корова ревет. Не кормлена, не поина. Ни даже не видят. Ну, вот, говорит, я отделился от них. Отдельно построил избушку-то. Все сами делают. То есть надеяться не на кого. И все. Еще не умела готовить. Какой муж будет? Так, все. Вот. Маленько мне, чтобы как-то руки... Где тебя помыть-то можно? Ну, вот с глиной. Так. Тут глина. Вот он. Что хочешь мыть? Ну, водички чуть. Глина-то хорошо очищается. Так, глина настоящая. Это не моет. Положи. Это пыль. Так, ты... Надо полить воды тебе, да? А тут вода есть. Давай, где она? Бери. Надо глиной иди протри там, где мы копали яму недавно. Оттуда принеси. Все, бегом везде. Сегодня подобрали территорию чисто. Остатки какие остались. Тут какой-то, не знаю, кровать была. Вынесли. Не знаем, куда девать. Во. Видишь, как моется. Тут глина. Туалет копали. А ты можешь прям там и обмыть, внутри. О, как делается в деревне-то. Никаких моющих, никакой химии. Все природное. То химии, порошки, нынче, я не знаю, у нас порошками даже за все лето не пользовались, да? Ну, в стирке пользовались. Ну, там может быть маленькая где-то. О, руки уже по-другому. Можешь еще раз, если надо. Ну, у тебя руки-то дальше засмолились, а будь здоров. Ну, да. Интересно, Эстония и Финляндия стали узнавать друг про друга больше. И оказалось, в Эстонии детей моют меньше. И меньше болеют. Больше. Больше болеют, потому что как собак, которые многому моют их там, вымывают. Здесь никто никогда не моет. И ни одна собака не болеет ни чумкой, ничем. Кошки болеют. Здесь ни одна кошка не болеет. У меня буска, она совсем махонькая. Вчера через большое полотно плотное, то пальцем пошевелил, так она и кусает, и прыгает, и хватает, и думает, что мышка. А сама и два, и два, так она училась есть из чашки. А городские-то и еще она видит. Ну, что, бери, пошли. Давайте. Так, пойдем туда. Нет, давайте я возьму. Да ты возьмешь. А берега-то еще оставил здесь. Я его возьму? Да, возьмите. Надо глину взять. Надо сказать, хочу, как... Глину, глину, глину надо взять. Ну, ладно, потом принесешь ее, глину, в чем-то? Принесешь в оплату. В тазике. О. Ну, надо, бери. Кусок взял вот. Володя, взял комок глины. Ну, что, вот это напали на меня. Я скорее бежать. Вдоль стенки, там, думаю, упасть в крапиву, зажали спину. Ну, я побежал в второй склад, где обувь у нас хранится. И там присел. А она залетела, одна там другая. А там в темноту не летят. Хитрые тоже. Я замерз. Что же делать? Думаю, Володя ждет меня. Что же делать? И проволоки нигде нет. Надо жить до утра, когда заморозок. Во время заморозка прийти. Они тогда полумертвые. Э, нет. Это почти победа на их стороне. Я думаю, у меня есть для вас гостиниц. Я вернулся домой. Лежон не меньше стали летать. И когда мы приезжали раньше, то комаров было много. Спали в палатках. И вот эта материя давал мне директор резинотехнических изделий. РТИ. Хромов Анатолий Петрович. Я его зовут. Узкий патриот. Очень хороший человек. Четыре лодки нам дал. Это лодки. Они делали вроде военных. Лодки большие спасательные. Там где-то в море. Ну и прочее. Много шлангов дали. Спецпалатки. Большие. Там метров на 12 покрывать было от дождя. И да, вот эта материя. Это тоже военная. Вот. Ну и я нашил. Нашил по размеру. Как это, чтобы спать, когда ляжешь. И маленькая сеточка. И на рукава такие. То есть точно так же, как маленькому ребенку. И вот. Комар ее пропустить не может. Она плотная. Все. Руки до сих пор. Затянуты здесь резинки. А здесь кощунком сделано. Все, можно спать. А комаров. Они все облепят. Главное, чтобы плотную не было. Ладно. Ну а са кусает. Она может пробить, думаю. Пробить вот эту вот. У меня есть. Вот сейчас стали делать с двух сторон. Интересно. Этот. Для пчел. Вот она. Видите. Со всех сторон я видал. Я тогда эту надел. Пошел. Думаю. Эээ. Не на того нарвались. Раз. Надел. Дальше. Свою кепи. И потом надел вот этот вот. Ага. Вот дальше. Это сзади. Капюшона. Это надел. Сейчас даже не знаю, с той стороной или нет. Кверху. Все мне видать. Подтянулся. Здесь застегнулся. Это у меня такое, что... Там еще такая рубашка. То у меня. Вот она рубашка. Из какого-то материала. Даже не знаю. Плотная-плотная такая. Комар не прокусывает. И это тоже. Рукавички натянул. Ну. Рукавички. Это рукавичка. Рукавичка в разницу. Это вот какие рабочие. И вот в этом виде. С щипсами в руках я отправился туда. Ну, думаю. Как говорит Шукшин. Ну, говорит. Нас теперь так просто не возьмешь. Ну, еще обломал ветки. Они вокруг меня. Там видно, что хлещутся. Вытянул и засыпил за какую-то проволоку. Пришлось возвращаться назад. А так, ну, все. Проволоку эту вытащил. И волоком притащил вот эту вот. Вот она у меня. Отрезал. Вдвое сплел. Володя, давай. Работа продолжается. Ну, в городе разве это может быть? Вот. Мне 77 лет, хочу сказать. В городе люди в основном 77 лет. Если занимаются где-то, ну, фитнес, может, даже глупости всякие. Кино старое смотрят, показывают. Такие, которые советское кино. Большевики там показывают. Ну, что ж, тут пенсию. Внуки придут к ним. И что, тут с утра до ночи заняты? С утра до ночи. Тут ножницы по железу подошел, отрезал. Володя тут скопается. Я загвоздь засыпил. Давай перелетать. И вот она уже перехлетенная. Вот я их буду делать. Я их скол. Вот здесь завернута. Раз, два, три, четыре. Одна обломилась. Отломилась одна? Ну, пять. Ну, я тут обмотал. Ну, вот и все. Туда она сама легко. Куда согнешь ее, так она и стоит. Вот это и надо. Повернул туда, до конца довел. Вытащил. Все. Вот маленькое дело. Прорыв, прочистку делал. Это не маленькое дело. Специально есть трубочисты. Все позади. Спасибо, Христос. Давай, Владимир, сейчас я буду эти... Набью. Надо закрыть. Закрывать будешь. Я надо сейчас кирпичики сюда, половинки привезти. И я их сделаю. Какие надо. Набью. Молоток. Вот так. Специально есть кирпичики. Ну, я их не могу. Поехали. Поехали. Вот так. Фу. Молоска-то настоящего нет. Все. Ба. Вот его поставишь. Вот так. Аккуратненько. Вот так, чтобы она торчала. А это забьешь щебель. Глины. И маленькие, которые щебенушки. Поставишь. Так. Одна есть. Вон наверху. Ага. Вон наверху. Вот скамейка. Да. Скамейка. Как это делается? Эту аккуратненько вытащишь. Вот здесь можно даже бумагой. То есть ее промолк. Всего в глине. Туда затолк. Дальше замазан. Вот там и стоит. Хоть столько. Ого. Вот она как раз походится. Все это сейчас будешь водой смачивать. С двух сторон. Со всех сторон обмазал рукой глину. Вставил вот так вот. Все. Замазал вокруг. Готово. Это второе. Два. Так у нас тут больше ничего нету. Да. С той стороны. Это я не знаю откуда. Кирпичик. Наверное. Пойдем там теперь посмотрим. Но я не знаю как у нас сделать. У меня кирочка. Но не идти надо. Печника. Но это обыкновенный молоток. Хаммер. Можно побольше. Не получил я. Хотя кто знает. Может быть получилось. Сейчас попробуем. Еще спрашиваем. Молотком бьют. Эта глина светится. Даже глиняная кирпичная. Даже вот дренетку может встать. Вот тут вошла. Как бы тут. А что бокула зато еще не конец. Здесь надо более-то почистить. Еще надо сбить. Вот. Вот так. Теперь подставим. Все прошло. Польше не надо ничего. Аккуратненько вытащить его. Вот такая. Она может даже вытащить. Хотя нежелательно. Вполне подошла. И замазываем. И замазываем. Но это моя работа сегодня будет окончена. Глину размешиваю. Водой смачиваю. Кирпичик. Чтобы поры расширились. Замазываем и затопляем. Давай. Еще мазай. Начинай. Когда делаешь печь специально. Так у тебя все с собой. Кельма тут есть. Можешь взять ее. Она где-то тут была. В столоводе легко работать. И когда они спорят. Ага. Кельма. Вот она. Сейчас он это все делает. И на этом все. Сегодня день богатый. Столько сделано. Пилили. Там гору навырошили вручную. Маленько пойдя. Пилу поточил. На дня натрия хватает. Вон Володя там бежит. Где-то за глиной пошел. Все на этом.